Здравствуйте, это Добрый день на седьмом. С вами в студии работает Татьяна Милимко. У нас сегодня звездные прекрасные гости, от которых я, например, уже лично просто растаяла от их улыбок и очарования. Привет, Одесса! Готова представить вам, но они меня опережают, потому что, ну, собственно, их лица, имена опережают их популярность тоже. Представляю вам Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Марина Поплавская, актеры дизель-шоу у нас в гостях сегодня. Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте, Одесса! Здравствуйте, уважаемые ведущие! Здравствуйте! Очень рада вас видеть у нас в гостях. Я знаю, что вы готовите огромный-огромный сюрприз, большой концерт для одесситов. Расскажите о нем, пожалуйста. 24 августа в Одессе в 19.00. В театре музыкомедии. Красавчик. Именно там мы собираемся сделать телевизионную съемку нашего концерта. Это впервые, когда мы это собираемся сделать не в Киеве. Мы хотели бы подтвердить статус юмористической столицы. Мы хотели бы увеличить туристический приток, поток в Одессе. Большой? Да. Ну и, конечно же, встретиться с нашим зрителем, развеселить их, отвлечь, развлечь. И выплеснем на нашего зрителя часа три, наверное, плотного юмора. Так что смело покупайте билеты. Это не какой-нибудь 15-минутный. Три часа юмора нового, абсолютно новая программа, ни одного старого номера, потому что это телевизионная запись. Мы будем снимать минимум три телевизионных программы. И поэтому три, три с половиной даже часа, пускай наши зрители настраиваются на позитив, на волну прекрасного юмора, который мы им подарим. И убедятся в том, что они потратили свои деньги не зря. И всех покажут по телевизору. И семейное шоу, да, по телевизору покажут. Конечно, конечно. Приходите обрядными, красивыми. На канале ICTV будет показано уже 2 сентября. Да, 2 сентября. У вас ведь, на самом деле, очень много продуктов, да, и утреннее шоу, и там обеденное шоу, и вечернее шоу. Мы об этом мечтаем тоже, обеденное и вечернее шоу. Что действительно очень много дизель-шоу, и это очень круто, потому что шутки, они не повторяются, не кочуют из одной программы в другую. Кажется, что шутки это так легко, вот повеселились, но на самом деле это же огромная колоссальная работа. Да, это уже на сегодняшний день действительно такое производство, и мы его собираемся только наращивать. Мы почувствовали сил, почувствовали хороший отклик зрителя, естественно, по телевизионным рейтингам. И собираемся, вот на данный момент мы снимаем концерт, скетч-шоу. Кстати, мы сейчас приступили к съемкам третьего сезона на троих, ожидаем выход в 2017 году. И, кроме того, сейчас разрабатываем еще два сериала. В общем, собираемся заполонить эфир хорошим, качественным юмором. Мы хотим, чтобы на ICTV просто был дизель. Дизель-ICTV. Вместо ICTV просто дизель-ТВ. Да, ну, в итоге открыт. Находим поддержку, и нам очень приятно. Собственный канал – это в перспективу. Это хорошо. Наша ваша. Мечты-мечты, где ваша сладость? Это ваша такая площадка телевизионная для реализации. Но, тем не менее, у вас еще и очень много зрителей. А выступаете ли вы не в Одессе, скажем, в Киеве? Какие залы собираете? Кто ваш зритель? Кроме записи вы имеете? Кроме записи, да. Ну, конечно, у нас был весенний тур, очень много городов, и будет осенний тур. И будет осенний, да. Уже с 14 октября мы приступаем к осеннему туру. 14 октября Киев, а потом 20-го Полтава, 21-го октября Харьков, 22-го Днепропетровск. Приезжайте. Днепр. За год мы хотим объехать все города Украины, которые можно. Которые от 100 тысяч населения, чтобы хотя бы 1000 залов, 10% города, чтобы обязательно пришли. А кто у нас генератор такой? Наверняка есть, да? Кто это все заводит? Специальный робот. У нас есть робот. Специальная программа разработана. Он на андроиде, да. Андроид, да. Или на другой планете. Шеф-редактор у нас. Шеф-редактор есть. И огромная команда. Продюсеры, конечно. Авторский коллектив. Изначально, конечно, вот Мариночка права, сначала все рождается от авторов. Есть группа авторов, у нас 15 постоянных авторов, которые работают непосредственно в студии, в дизель-студию. А еще есть очень много авторов, которые работают онлайн с нами. И, естественно, первое – это искра. Это идея. Она рождается от авторов. Потом она студируется нашим главным редактором Алексеем Блонарь. Привет, Алексей Блонарь. Мы его все очень любим, уважаем. И потом уже, после проверки Алексея, выдается это все нам, актерам. Актерам. Где мы уже... И тут начинается стяжательство. Начинается огонь потом. Да, и тут мы ставим, ставим что-то где-то. Иногда подправляем, что удобнее нам, под нас. Что-то еще придумываем. И вот в совокупности этого огромного коллектива рождается юмор. А мне кажется, еще экспромта много, наверное, у вас, да? Когда вы выходите на сцену... При постановке, да. Все то, что есть основа, наверняка она еще обрастает дополнительными шутками. Если оправданно. Мы говорим об этом, что если оправданно, если нам разрешается это. То есть актеры, они могут свое видение, но есть видение других людей. Мы можем генерировать идей. На репетиции, конечно, мы их экспериментируем. Да, и предлагаем авторам. Если оно имеет смысл и имеет право на жизнь, то... Обычно оно не имеет смысл и не имеет права на жизнь. Но мы генерируем очень много все. А генераторы... Какая-то градация, например. На эту тему мы не шутим. А на эту тему мы шутим. Какая шутка считается высокой где-то, да, в понимании юмористическом, наверное. Это метр восемьдесят. Это уже такая... Я по низким шуточкам вообще, по таким маленьким шуточкам. Шутяшки. Не, шутки, естественно, бытовые темы, близкие всем людям. Потому что нас смотрит зритель. Им хочется вот то, что их волнует. Тепла любви. Понимаете, тепла любви, да. Что мы сами чувствуем. Вот как люди. На эти темы мы шутим. И шутим в том же мире. Но вообще мы стараемся, чтобы это была не просто какая-то фантазия или заметили что-то в жизни. Стараемся, чтобы это было какое-то социальное явление. Чтобы это была какая-то социальная реакция на что-то происходящее, на какие-то события. То, о чем вот люди думают, у них зреет что-то в голове. Они в данный момент, и мы об этом шутим уже вот сейчас, актуально. Им это нравится, что мы вот в сегодняшнем дне находимся. Вы знаете, вот мы одесситы считаем, что если над проблемой посмеяться, то уже проблема перестает быть проблемой. Мы так немножечко начали говорить о социальной составляющей. Да, я не знаю, спрашивали вас или нет. Но сегодня все мы знаем, у страны не самый лучший период. Да, мы что-то слышали об этом. В этой ситуации, в юмор, какую роль играет? И вообще какое значение имеет? Самые сложные моменты для нас, особенно 2014 год, был очень сложный период, когда мы сомневались вообще, нужны мы нашей стране вот в такое время. И как-то мы сошлись в мнении, что все-таки нужны. Мы увидели стремление людей расслабляться, отходить от этих угнетающих проблем. И мы поняли, что, черт возьми, это наша работа. В любое время мы должны веселить людей. И взяли себя в руки, собрали коллектив из восьми актеров, как вы уже видите, авторский коллектив. Это еще не все актеры. Да, у нас еще есть... Еще четверо. Да, еще четверо, которые сейчас в другом месте просто. Они тоже дают интервью. Да, они сейчас в Вердичеве. Евгений Гошенко. Это раз. Да, это... Александр Бережон. Это два. Олег Иваница. И Яна Глушенко. Яна Глушенко у нас есть. Придаем им привет большое. Огромный привет. Вы там в Вердичеве где-то? Я вам хочу сказать, что прозвучало Вердичеве в Одессе, это очень хорошо. Это города побративы. Судя по легкому загару, по легкому и не очень загару, судя, вы уже успели побывать на пляже в Одессе. Как одесситы вас встречают? Вы видите нас... Первая реакция на мои стринги была, конечно, ошеломляющая. За мной бегали все одесситы старше 50-ти лет мужчины. Да, потому что... Потому что это их размерчик, понимаете? Нет, потому что просто она идет и кричит, как горячая кукуруза. Горячая кукуруза. А кукурузы нет, то есть я иду просто. На самом деле очень приятно, что люди узнают и с благодарностью спрашивают, «А вы у нас в городе, а что у вас концерт? А что будет концерт?» И мы говорим «Да, будет концерт, приходите, пожалуйста». И это, конечно, приятно, что жители Одессы обращают на нас внимание. Они вот так «О, вот эти юморицы!» А «О, ребята приезжают!» Город, который знает толк в юморе. У нас, скажем так, легкий экзамен такой, мы хотим его сдать 24-го числа очень. Хорошо, но отлично. Действительно, очень любим этот город и хотим подружиться. Вообще приятно, когда ты видишь, что человек тебя узнает, ты видишь, что уже начинает расплываться в улыбочках. Ну, значит, правильное дело делаем. Вот вы втроем, вы ковыенщики бывшие. Да мы все бывшие ковыенщики. Да, 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 да. То есть все полностью ковыенщики. Вы знаете, мне казалось всегда, уж простите, наверное, это мое личное, что ковыен – это до какого-то определенного возраста. Потом уже даже как-то вот, ну, ты уходишь куда-то, а потом, боже мой, а где вот тот вот, тот, который там… Ты уходишь, и тебя не отсускают с работы, но это извиняется. Вот приблизительно так. Да, да, да. Никогда. Вот шоу юмористические, которые сегодня появились, да, и вот ваши в частности, это как вторая жизнь, что ли? Вот какое удовольствие вы получаете от этого? Вы остаетесь вот теми же вот ковыенщиками? Вы реализовываете себя на полную? Ну, это новый… Например, я совсем недавно говорила в интервью, что дизель-шоу для меня – это глоток свежего воздуха. То есть это юмор продолжает, как говорят в Одессе, стало будет быть. Роман Андреевич Харцев говорил, стало будет быть. И, скажем так, новый виток, наверное, развития артистизма, новое что-то вот в моей биографии. Но шоу продолжается, то есть юмор – это константа. Мне кажется, изменился подход в плане… Вот все говорят… Шутка-обивка. Все пытаются найти преподавателя по сценречи или по актерскому мастерству для того, чтобы помог еще набрать каких-то красок новых, потому что у каждого есть, как бы, да, свои наработанные вещи. И мы пытаемся… Ну, что мне очень нравится, что мы пытаемся развиваться актерски. И наше шоу, все такие в программе, все моменты – это мини-спектакль какой-то. В КВН так, это линейка, шутка-обивка. Понятное дело, например, когда в нашей команде заход, а я постоянно на отбивках, потому что, как говорил Миша Марфин, говорит, подруга опытная, такая опытная, досвичена подруга, так она может ответить хорошо. Да, мы подтверждаем, она очень опытная. Все парни нашего коллектива… Все парни ее боятся. Да, и поэтому юмор остается, но уже, скажем так, более театрализован, что ли. Я с вами соглашусь, что КВН – это как бы такая школа, а дальше уже либо люди переходят на следующий этап, следующую ступень развития, либо начинают заниматься чем-то другим. У нас было желание продолжить свою актерскую деятельность и вырасти профессионально, поэтому дизель-шоу – это для нас, во-первых, постоянный актерский тренинг, во-вторых, это возможность самореализации, в-третьих, мы находимся в коллективе, где примерно все так же мыслят в том же ключе, в творческом ключе, в первую очередь, как и ты. И это очень приятно, когда тебя окружают люди, которые говорят с тобой на одном языке. А когда тебя понимают? Однажды, испытав магию сцены, вот как ты произносишь шутку или что-либо делаешь на сцене, и две тысячи человек смеются, и тебе выдают эту энергию, один раз это испытав, уже сложно остановиться. И большая ответственность перед зрителем. Вот в Киеве испытываем такое чувство, что не успела реклама концерта следующего появиться. Как мы смотрим, на следующий день уже 200, 300, 400 билетов раскупаны. И мы понимаем, что у нас очень большая ответственность, нам нужно работать, интенсивно работать, чтобы… По крайней мере, держать планку. Держать планку, чтобы эти люди, которые уже ждут, они на концерт приходят, и они ждут уже следующего. И вот на второй-третий день мы понимаем, что уже портер выкуплен. Вы подготовили песню, немножечко перефразировав ее. Я могу вас попросить ее исполнить. Да, приглашение, приглашение одесситов к вам на концерт. Да. Дорогие друзья, мы вас ждем в любую погоду. Но 24 августа в 19.00 в Театр музыкальной комедии. Да, вот сюда я говорю. 24 августа в 19.00. Я Марина из Житомира, из Киева. Я Женя из Беларуси. Из Беларуси. Егор из Николаева и Виктория из Запорожья. Я Егор из Одессы. Из Одессы. А я недалеко от Бердичева, меня любите лучше. Есть город, который мы едем впервой. И если бы знали, как дорог. Дороже, чем Киев, дороже, чем Львов. Он летом дороже, чем Лондон. Светущих акациях город у Черного моря. Ой, я прямо ожидаю. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Спасибо вам. Мы, конечно, тоже будем рады видеть вас еще. Приходите к нам обязательно на концерт. Обязательно придем. Спасибо. И очень рады видеть вас у нас в студии. Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям. У нас в гостях актеры «Дизель-шоу» Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Виктория Булетко и Марина Поплавская. Спасибо еще раз. Это добрый день. Можно. Сейчас попрощаемся и сразу споем с вами. Это был добрый день на седьмом. В студии для вас работала Татьяна Миленко. Всего вам доброго.